Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов и этот цикл передача об истории средних веков уже пятый сезон, в котором мы говорим о Византийской империи. Мы начали новый блог в этом цикле, новый такой цикл, который посвящен Македонской династии. Это такая центральная, можно сказать, эпоха в византийской истории, где-то с восемьсот шестидесятых и до тысячи шестидесятых годов. Мы уже обсудили, как эта династия пришла к власти, как пришел к власти ее основатель Василий Первый, как он правил, ну а теперь будем говорить о его приемниках. Но прежде чем перейти к этому выпуску, в который раз уже, к сожалению, приходится напоминать, потому что, может быть, кто-то подзабыл, что идет война, крупнейшая война в Европе со временом Второй мировой, война, которую путинская Россия развязала против Украины. Идет она с 2014 года, активная паза с февраля 2022 года, более года массовые, конечно же, разрушения, ракетные обстрелы, многописточные жертвы, масса военных преступлений со стороны России, конечно же, совершена. Это вы все должны знать и должны никогда об этом не забывать. Ну, и меня эта война тоже затронула, я вынужден уехать из дома, находиться в более безопасном месте. Ну и, как обычно, если есть возможность и желание подешать мой проект, присоединяйтесь к сообществу на сайте Патрон, Патрон.комксайл подчеркивание k-h-l-k-h-l-l-v. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, в AlkaFlo. Вы также можете стать мемберами на моем канале, смотреть видео на неделю раньше и без рекламы. Ну, а если нет, то просто подписывайтесь, ставьте лайки, и это тоже, в принципе, неплохо. Ну, тогда возвращаемся к, собственно, нашему повествованию. Ну, и так, основатель Македонской династии Василий I умер в 886 году. У него был старший сын, любимый его сын Константин, который умер еще при жизни отца. Он был соправителем, умер в 879 году. Скорее всего, это был старший любимый сын, потому что он родной. А потом разыгралась такая драма семейная, потому что было у Василия I еще три сына. Лев, Степан и Александр. Но был весь вопрос от него ли два старших. Ну, Лев и Степан имеется в виду. Потому что они родились в такое время, когда их отцом реально мог быть император Михаил III, который до того заставил Василия жениться на своей любовнице, но связи с любовницей не порывал. И вполне может быть, что эти вот мальчики родились именно от Михаила III, а не от Василия I. Это были вот как раз в 867-868 годы. А Александр родился в 870-м, когда уже было понятно, что Михаила уже убил Василий, и поэтому это точно был младший сын от него. Это, конечно же, только гипотеза. Никаких точных подтверждений этому нет. Но факт тот, что Василий I сына Льва не любил. Хотя после смерти старшего сына Лев считался наследником отца, соправителем, но в 880-х годах там возник некий такой заговор. Непонятно, был ли он реальный или фиктивный, но окружение Льва вроде бы против Василия, и в результате Василий жестоко расправился с этим заговором. И даже своего сына и наследника заточил. Несколько там месяцев, а то и лет он провел в заточении. И говорят, что даже Василий I хотел Льва ослепить. Но там у Льва была жена, у нее отец, то есть есть Льва видный такой придворный, и он отговорил императора от того, чтобы ослеплять своего наследника. Есть вероятность, что Василий хотел видеть наследником не Льва, а Александра, который ну явно был его родным сыном, и хотел, может быть, таким образом передать престол Александру, ослепив Льва. А третий сын Стефан, он готовился к монашеской жизни и к патриаршеству. Но, какими бы ни были планы Василия, им реализоваться не было суждено, потому что он достаточно неожиданно погиб вследствие неудачной охоты, о чем мы говорили в прошлый раз. И никаких оснований тогда отстранять Льва от наследования трона не было. Поэтому императором объявили его и Александра, то есть двух сыновей. Но понятно, что Лев был старше, и власть перешла ему в руки, тем более, что он был более взрослым. А Александру тогда было 16 лет, поэтому в его случае он был еще таким достаточно молодым юношей. А Льву было около 20 лет. То есть понятно, что тоже молодой, но уже такой молодой человек. А третий сын, вот Стефан, ему было около 18 лет. И в том же 886 году, придя к власти, Лев VI сместил старого патриарха Хотия. Я в прошлый раз ошибся, сказал, что Хотий умер. Нет, он не умер. В 886 году его сместили. В любом случае он ушел от такой активной церковной жизни. И как раз для того это Лев VI сделал, чтобы патриархам на патриарше престола возвести своего младшего брата, вот этого Стефана, 18-летнего. И помимо желания расчистить путь к патриаршевому престолу, Лев, возможно, еще имел одно соображение в виду. Это улучшить отношения с Римом. Потому что, как в прошлый раз я говорил, Хотий очень щемил римского папу. Хотий действительно был таким человеком во время второго патриаршества, очень жестким и доминирующим в христианском мире. А папа был как бы отодвинут на задний план. Но, тем не менее, Леву надо было отношения с Италией улучшать. И для этого ему требовалось содействие папы. И для этого, может, потребовалось сместить Фотия и поставить своего брата. И, конечно, вопрос о главенстве Константинополя в христианском мире тоже был отодвинут на задний план. Рим оставался первым христианским центром. Что касается Восточного фронта империи, то там дела обстоялись следующим образом. Вот этот арабский начальник Евнух Езаман, о котором я говорил в прошлый раз, и который с 883 года довольно успешно там действовал против Василия I в Малой Азии, продолжал свои набеги на Фемы, Анатолик и Харсян. И, возможно, действия арабов привели бы к постепенному вытеснению византийцев из Малой Азии. Но в 891 году Езаман умер, и это ослабило арабские силы. А вот у византийцев, наоборот, из Италии был призван такой довольно талантливый военачальник Никифор Фака Сташи, о котором тоже речь шла и в прошлый раз. Он тогда в Италии действовал, но вот Лев его сразу же отозвал в Малую Азию. И Никифор Фака смог успешно противостоять натиску арабов. Вот его полководческие таланты описаны самим императором Львову VI в его трактате по военному искусству под названием «Тактика». Сам Лев VI был человеком невоенным. И Успенский вообще пишет, что он был такой кабинетный ученый, человек больших знаний, литературных талантов, но вот ни военных талантов не было у него, ни способностей сильного государственного деятеля. Полководцем же того времени был Никифор Фака Сташи, который успешно противостоял арабам на суше. Проблемы у империи начались на море. Дело в том, что в 904 году уроженец Атталии, это нынешняя Анталия, Лев Трипалит, это был грек, наверное, или по крайней мере христианин, который принял ислам, как бы ренегат, и он захватил вот этот город, свой родной город, и передал его арабам. Далее во главе мощного флота он входит в Гелеспонд и захватывает там порт Абидас, а это очень важный порт, потому что там была главная таможня империи. Византийский флот действует довольно странно. То ли по глупости, то ли у них был там какой-то хитрый план, но они себя сами перехитрили, византийцы пошли в Средиземное море, то есть как бы дальше углубились в Средиземное море, оставив арабский флот, как бы в своем тылу, возможно, имея целью окружить, отрезать его от линии снабжения, и таким образом его истощить и потом разгромить. Может, был такой хитрый план, но он не сработал, потому что вот этот вот Лев Трипалит обосновался на островах Эгейского моря, сделал там свою базу. А потом, летом 1904 года, он повел флот еще дальше на запад, в сторону уже Европейского берега, в сторону города Тессалоники, ну или Фессалоники, как-то еще их называют. Тессалоники был вторым по значимости городом Византийской империи на тот момент, и арабы не имели цели его захватить, это был такой набег, грабительский набег. Но тем не менее, город им удалось взять, они вывели где-то 22 тысячи человек пленников и продали их в рабство. Во главе Византийского флота стоял Эмерий. Вот он неудачно действовал в 1904 году, но потом он несколько отыгрался, и 6 октября 1906 года одержал блестящую победу над арабским флотом, и с тех пор Византия начинает теснить мусульман на море. Лев VI параллельно ведет активную работу на дипломатическом фронте, арабский мир уже не един. Император входит в отношения с африканскими арабами, которые враждуют с теми, кто захватил Сицилию, и византийцы пробуют настроить одних арабов против других. Кроме того, арабов на Крите пробуют настроить против сирийских арабов. Это не удается, но зато успешно идут переговоры с арабами на Кипре. Ну, то есть вот такая многовертная политика выносить раздор в стан врага. Кипр стал даже базой византийского флота под водительством Имерия, который оттуда успешно действовал по всему востоку Средиземного моря. Возможно, он планировал отбить Крит и собирал морские силы империи на Кипре для этого, но в 911 году тот же Лев-Приполит собрал большой мусульманский флот и разгромил флот Имерия у острова Самос. После чего карьера византийского императора заканчивается. Византийского адмирала заканчивается с императором, пока еще у нас все хорошо. Лев VI на троне. Он поддерживает хорошее отношение с армянами. Также еще его отец признал Ашота I царем, равным себе положению правителем. Основным противником Армении были мусульмане с востока. И вот Лев VI также помогает армянам. В 1893 году он заключает союз с сыном преемника Ашота, с Сепадом I. И армяно-византийские силы сначала теснят мусульман, но затем мусульмане берут реванш. В 911 году Лев VI начинает собирать новую армию, для того, чтобы опять пойти в Армению и опять собираться гранить арабов. Но это ему уже не суждено было сделать, потому что в ходе подготовки этого похода в мае 1912 года император умирал. Что касается Запада в Изантийской империи, то к началу правления Лева VI там успешно действует Никифор, пока старше. Это Юг Италии. Он берет ряд крепостей в Калабрии в 1885-1886 годы. Но, как вы помните, в начале своего правления Лев VI отзывает Никифор Афаку. Он уже в Малой Азии. И поэтому подвижение Византии в Италии прекратилось. Тем не менее, империя там закрепилась уже. В Апулии, в Калабрии, Лангабарские княжества Салерна, Капа и Бевента находились в зависимости от Византии, также не Аполь в зависимости от империи. На материковой Италии еще оставались мелкие разбойничные гнезда арабов, но они не представляли уже большой угрозы. С африканскими арабами был заключен мир до 896 года. После этого, однако, арабы из Африки перешли в наступление. И вот в 1900 году их флот прибывает к Сицилии. Сначала они берут Палермо, который был под контролем сицилийских арабов. То есть африканские арабы сначала разобрались с сицилийскими арабами, захватили их главный город Палермо, захватили их земли, а потом уже перешили в наступление на византийский анклав в районе города Таурмина. И вот в 1902 году они осаждают и берут этот город, это последнее владение Византийской империи на Сицилию. Ну и, наконец, у Византии была еще одна граница северная. В 1889 году отрекся от престола болгарский князь Борис I, пропуская непонименующее для нас значение детали. Ну и сразу переходим к 1893 году, когда нам утверждается на троне младший сын Бориса Симеон. Он образованный человек, учился в Константинополе, умный, хитрый и, в отличие от Лева Шустова, Симеон был выдающийся государственный деятель. Он имел такие таланты, но, кроме того, хороший военачальник. Он поставил себе целью сделать Болгарию главной страной на Балканах, а Византия, соответственно, его естественные противники. Лев VI в 1894 году отправляет армию в поход против болгар, но Симеон разбивает византийцев, и он проявил несыханную жестокость. Тех пленных, которых болгар взяли, им отрубили руки и ноги, и в таком виде отправили на родину обратно. Лев VI пытается зайти с другого тогда фланга, он пытается дипломатическим путем настроить против болгар-венгров, их северных соседей. Орда венгров тому моменту уже перекочевала из северного Пречерноморья, далее на запад, перевалила там через Карпаты, вышла в Панонию. Ну, то есть это бывшая римская провинция Панония, такая равнинная, подходящая для кочевого народа, и, в общем-то, это нынешняя Венгрия. И для начала X века венгры были страшным противником. И если вы помните, из первого сезона даже вот западная Европа, ну, не говоря уже о центральной Европе, они страдали от набегов венгров. Венгрии там до Страсбурга доходили, северную Италию они терроризировали. Поэтому, конечно же, вот натравить их на Болгар, их южных соседей, было бы милым делом. И любому шестому это удалось. Но Симеон тоже не выкомшит. Он находит из себе союзника печенеков, которые пришли венграм на смену в северном Пречерноморье и, соответственно, стали соседями венгров с востока. И в союзе с печенегами Симеон разбивает венгра. В 1896 году Симеон вновь громит византийцев и к югу от Адрианополя. И вообще уже граница болгарских владений продвигается в Македонию, почти доходит до Тессаламик. И также болгары теснят империю на западе Балканского полуострова, туда вот в сторону Албании продвигаются. К моменту смерти Льва Шестова в 1912 году Византия находилась в довольно сложном положении, в первую очередь из-за болгарской угрозы. Чуть более года, с мая 1912 по июнь 1913 года в Византии правит император Александр. При жизни Льва Шестого он считался соправителем, но никакой реальной власти не имел. Лев Шестой хотел передать трон своему сыну Константину Парфирородному, или еще Багрянородному его называют. Но мальчик был еще маленьким, он родился в 1905 году, то есть ему было 8 лет. Или 8, или 7 с небольшим. К тому же, этот вот мальчик Константин был рожден от четвертой жены Льва Зои. И это была большая проблема, потому что церковь не признавала четвертого брака. И патриарх Николай Мистик отказался признавать законность этого брака и считал Константина незаконнорожденным. Поэтому Леву, кстати говоря, пришлось выгнать этого Николая Мистика с престола патриаршего и назначить своего духовника Ефимия на патриаршество. Александр, придя к власти, тут же это все отменил. Он низложил Ефимия и вернул на патриаршию кафедру Николая Мистика. Константин VII считался соправителем своего дяди, но Александр относился к нему достаточно плохо и даже ходят слухи, что он хотел мальчика оскопить. Но то ли не успел, то ли передумал. Но в любом случае Александр в июне 1913 года умер. И восьмилетний Константин VII остается единственным императором. Разумеется, тут же возникает вопрос о рейгенстве. Тем более, что там был такой доместик с холл, то есть главнокомандующий Константин Дука. Он при Александре был главнокомандующим. Соответственно, Константина и его окружение он не любил. Константин Дука поднял мятеж. Его поддержал патриарх Николай Мистик, который, напомню, считал Константина незаконнорожденным. И поэтому престол якобы был вакантным. И патриарх предложил Константину Дуке занять его. Но мятеж оказался неудачным. Не в последнюю очередь, потому что Николай Мистик на этот момент еще не знал, что ему предложат рейгенство. А когда он узнал, то он, соответственно, тут же стал искать выгоду для себя. И отошел от Константина Дуки. Константину Дуку, в общем-то, казнили. Убили его, его там сыновей. И, короче, там был большой род Дуг, но те Дуки, которые у нас еще появятся в повествовании в дальнейшем, в XI веке, это младшая боковая ветвь. А вот основную ветвь тогда в ходе этого мятежа истребили. Главную роль в рейгенстве стала играть мать Константина VII Зоя и ее главный сторонник магистр Иоанн Эллада. Это как раз Иоанн Эллада был ключевой фигурой в подавлении мятежа Дуг. И затем он же определял политику Византии, пока был жив. Константин Дука пользовался поддержкой арабов. И, соответственно, правительство стало пытаться как-то с арабами наладить отношения. Отправило в 1917 году посольство к халифу в Багдад. Что-то удалось. Там был обмен пленными, но мир заключен не был. На севере шла тоже сложная и неудачная война с болгарами. Продолжалась с учетом та, которая с предыдущего царствия шла. Там правит князь Симеон. В будущем он станет царем болгарским. Ну, а у византийцев рождовали два командующих. Был сухопутный командующий Лев Фака и морской командующий Роман Лакопин. Ну, и еще там была проблема, что византийцы пробовали найти себя союзником в лице печенеков. Направили посольство, но переговоры оказались неудачными, печенеки византийцев не поддержали. И когда сухопутное войско Левафаки подошло в 917 году к Болгарии, то морские силы их не поддержали. В итоге болгары разгромили армию византийцев. И это было при Ахиллое. Это было страшное поражение империи. В 919 году сложившаяся ситуация, вот эта конструкция власти нарушилась. Там был такой сложный баланс сил, вот он как-то нарушился и противоречия обострились. Зоя, императрица и большая часть знати хотели опереться на Льва Факу. Но у Константина был воспитатель, который настроил мальчика в пользу Романа Лакопина. И вот мальчик, юноша, уже 14 лет ему было, он сделал ставку именно на Романа Лакопина. Зою отправили в монастырь, Лев Фака был смещен с должности доместик Асхол, Роман Лакопин быстро берет власть в свои руки. Потом он юного Константина женит на своей дочери, а после свадьбы получает титул Василио Папа. То есть буквально это отец императора, на самом деле он не тесть императора, но вот такой как бы отец для юноши и становится соправителем с 921 года, а в 922 году уже ставит свое имя на первое место перед именем Константина в официальных документах. Более того, Лев пока не сдался без боя, он пытается как-то отстоять интересы мальчика, юноши, организует заговор, там были какие-то верные ему войска, вот они идут на Константинополь, но там Роман Лакопин действует очень хитро, он будучи скажем так имея влияние на юного императора, он заставляет того ну как бы выступить совозванием, что все, что происходит, происходит с согласия самого Константина и Лев пока выступает против законного императора, в итоге там многие из лагеря Льва-Факу ушли, Льва-Факу в итоге верные правительские силы схватили, его ослепили и таким образом битеж был подавлен. Роман Лакопин задвигает Константина VII все дальше и дальше, он добился коронации своего сначала старшего сына Христофора императора, потом этот Христофор с третьего места в списке перевестился на второе, а Роман Лакопин добился коронации еще двух своих сыновей Стефана и Константина, таким образом в конце концов законного императора Константина VII задвинули аж на пятое место в списке соправителей, то есть сначала же Роман Лакопин, потом три его сына, а только потом Константин VII и это было связано с тем, что в 1927 году, чтобы там соединиться с болгарами, дочь старшего сына Христофора Лакопина была выдана замуж за сына болгарского царя, а сам Христофор соответственно должен был продвинуться, чтобы болгары не обиделись, ну и поэтому Константина задвинули в конец. И возможно Роман Лакопины вообще бы как-то избавился от Константина VII, но Константин VII ни на что не претендовал, был таким мягким, покладистым, жил себе во дворце, никуда не выходил, ни с кем не общался, он был таким человеком-ученым, человеком, который увлекался, молодой еще человек, увлекался наукой, всеми такими делами, литературой, и Роман Лакопин поместил его в такую золотую клетку, где тот сидел как бы под домашним арестом, ну и все, и сидит, и если бы он что-то может быть пытался делать, то я думаю, что Роман Лакопин этого бы Константина Парфирородного как-то бы убил. В 924 году складывается довольно сложная ситуация вокруг Византии, потому что арабы входят в отношения с болгарами и пытаются с двух сторон напасть. В этих условиях выдвигается новый полководец, выдающийся деятель первой половины 10 века, Иоанн Куркуас. Ну, правильная его фамилия была Гурген, он армянин, но греки вот так, Куркуас его называли. Более 22 лет он был главнокомандующим, то есть доместиком Схол, и с его именем связаны значительные победы в Византии над арабами. Но сначала, чтобы это все стало возможным, Роман Лакопин сделал довольно большой прорыв дипломатический. Он замеряется с болгарами, там умирает Симеон, к власти приходит его сын Петр, и вот как раз за сына Петра выдают дочь Христофора Марию, внучку Романа Лакопина. И также Византия платит большую дань, Византия признает территориальное приобретение болгар, и в результате заключается довольно прочный мир. После этого руки у Куркуаса на востоке развязаны, и он начинает поход против арабов, идет в Армению, сначала где у него большая поддержка, возможно, потому что он сам армянин. Далее, с рядом мусульманских эмиров заключается соглашение, то есть разбивается единство арабов. Некоторые эмиры переходят под протекторат Византии, и даже их войска вливаются в армию Куркуаса. И вот в 930-х годах византийцы захватывают такие важные города, как Мелитена и Самосада. Новая компания Куркуаса происходит в начале 1940-х годов, она идет в том районе, который нам знаком по войне с персами, это такие вот крепости как Дара, Амида, Ниссиби, но главной целью византийцев была Эдесса. И в 944-м году ее, хотя и не взяли, но с ее эмиром заключили соглашение, там как-то тоже было что-то вроде протектората для христиан были преференции установлены, а главное из Эдессы был выдан образ нерукотворного Спаса, который там хранился еще с первого века нашей эры. И в августе 944-го года этот образ, греки его называли Мандилион, был торжественно внесен в собор Святой Софии. К концу 930-х годов проблемы у Романа Лакопина возникли собственными сыновьями. Старший сын Христофор умер еще в 1931-м году, а вот следующие по старшинству сыновья Стефан и Константин были недовольны долгим правлением своего отца. Ну, Арман Лакопин уже старый и в результате против него сыновья организовали заговоры, лишили его власть и сослали на один из островов в Мраморном море. Но сами вот эти Стефан и Константин долго не продержались, потому что тут уже выходит на сцену император Константин Седьмой. Он воспользовался себе этими смутами в семействе Лакопинов, вернул образ для правления, а вот этих двух сыновей, Стефана и Константина, сыновей Романа, он лишил власти и отправил к отцу. И говорят, что когда они прибыли туда, на этот остров, Роман им сказал, вот вы меня, старика, лишили власти, а сами власть не удержали. Но Константин Седьмой император был достаточно мягким человеком, он не казнил, не ослепил, не изувечил этих людей и они благополучно там в разных уголках империи, ну они были монахами сделаны, но прожили кто дольше, кто меньше, но прожили и умерли своей смерть. Итак, вот с 945 года Константин Седьмой Парфирородный стал править уже сам. Было ему на тот момент около 40 лет, то есть это был еще не старый человек, в общем-то его молодость она прошла под эгидой как бы Романа Лакопина, но потом он приходит к власти в зрелом возрасте уже сам, он конечно почистил чиновничество и военное сословие от сторонников Лакопинов и наоборот вернул к ключевым постам тех, кого Роман Лакопин придя к власти убрал. Ну, в первую очередь это, конечно же, семейство Фака. Брат Льва Факи Варта стал доместиком Схол, а трех сына Варды стали ключевыми, ну, стратегами ключевых фем. Из них наиболее известен нам Никифор Пока младший, как и вот его дед, он тоже выдающийся военачальник и крупнейший полководец уже второй половины десятого века, будущий император, кстати говоря. По своему характеру Константин VII был мягок, кроток и не злоблив. Ну, вы уже поняли из этого описания, как же это был за человек, он был, в общем, хороший человек, но слабый государственный деятель. Он всячески пытался облегчить положение простых людей, снизить тяжесть налогового времени, он строил учебные заведения, он пытался бороться с коррупцией, все это были благие начинания, но из них мало что было доведено до конца. И какого-то значительного влияния на изменение внешней политики вот в какую-то хорошую сторону Константин VII не совершил. Поэтому, скажем так, он проправил 14 лет самостоятельно, но каких-то выдающихся достижений не было. Да, он, кстати говоря, восстановил в должности Иоанна Куркуаса, которого в последний год правления Роман Локопин как-то сместил с поста Доместика Схолл. Но, как бы, Иоанн Куркуас уже после этого ничего там выдающегося не совершил, он быстро куда-то ушел с исторической сцены, а дальнейшие достижения военные связаны уже с именем нового Доместика Схолла, с Вардой Факой и его сыновьями Никифором и Львом. В 1949-1950 годах они достигли довольно больших успехов тоже, захватили и разрушили Эрзеру на востоке, а на юго-востоке византийцы начали продвигаться в область города Тарс. Также были начаты приготовления к отвоеванию островов, и в первую очередь Крита. Ну, при Константине этого не произошло, но, в принципе, вот эти попытки начали предприниматься сначала неудачные, ну, а потом они завершатся успехом уже в последующее царствование. Константин VII пытался эффективно также действовать на дипломатическом фронте. Он довольно активно ведет переговоры с разными сильными мира того времени. Ну, это и Фатимиды в Африке, это Кордовский халифат, где как раз на вершине могущества Абдарахман III. Также с королем Италии Гуго-Ары, пытаются как-то взаимодействовать, неоднократно отправляют флот к берегам Италии, чтобы там помочь бороться с арабами, даже к югу Прованса, к южному берегу Прованса доходят, но это все попытки довольно бессистемные. Внешняя политика, как и внутренняя, я бы сказал, что она была ну, не то, чтобы слабой, но вот не получилось у Константина VII ничего совершить выдающегося. Успеха он не имел, к сожалению, хотя человек вроде как неплохой и достойный. Ну и еще об одном моменте его царствования надо упомянуть, это 957-й год, когда по вот всем хроникам, которые есть, в которых есть отсылка к конкретным датам, дням недели и дням месяца, вот поэтому вытекает из этого именно 957-й год в Константинополь прибывает посольство от Киевской Руси во главе с регентом княгиней Ольгой, потому что там был и маленький Святослав, который еще самостоятельно не правил. И вот есть сведения о том, что как раз в этот визит Ольга приняла крестьянство, крестилась. И даже что крестным отцом стал то ли Константин VII, то ли его сын и преемник Роман II. Ну, насчет того, кто был крестным отцом, это достоверно неизвестно, а о том, что это было посольство, причем есть сведения о том, что это может быть 955-й и 957-й год, но в византийских источниках только один нас упоминает сам приезд Ольги, и исходя из датировки, однозначно это 957-й год. Ну, и это уже идет к завершению царствования Константина Парфирородного. Он умирает 9 ноября 959-го года, а трон переходит к его сыну и наследнику Роман II. О нем мы будем говорить в следующий раз. Я буду беру вас внимание, присоединяйтесь к моему сообществу на патроне patron.com ksib khokhlov подписывайтесь на мой канал в YouTube VLHLOV ставьте лайки этому видео если вам нравится и оставайтесь на этом канале будем говорить об истории Византийской империи дальше. До свидания, до новых встреч. Субтитры